Если вы следите за каталонской ситуацией, то вы, возможно, знаете, что там в декабре были выборы. История такая, что там в Каталонии есть движение «За независимость от Испании». Там много раз было событий, в общем, что нам сейчас важно, что в декабре были выборы. И по голосам избирателей большинство было у сторонников сохранения в составе Испании. Но при этом больше голосов в парламенте получилось у сторонников отделения. Как же так получилось? Дело в том, что они на этих выборах используют такую же систему, точнее, эквивалентную. То есть там это описано в других терминах, но правила получаются ровно таким же. И мы только что увидели, что эта система благоволит большим регионам или большим партиям. А нам, конечно, так получилось, что сторонники нашли юнионисты, сторонник Союза с Испанией, шли одной большой партией, ну и небольшим количеством, совсем мелким. А у сторонников отделения было две большие партии. И получается, что этот вот бонус от системы выборов, он дал юнионистам как бы однократное преимущество, а сепаратистам двукратное преимущество. И за счет этого получилось, что сепаратисты обогнали, потому что разница там не очень большая. Да, то есть действительно система выборов в таких крайнейших ситуациях важна и по сути. Ну а потом в результате они недавно избрали нового президента Паталонии, который сепаратист. Это тот самый Пучь Димон, который потом играл. Нет, значит, Пучь Димон там арестовали в Германии и не пускают, но избрали такого Кима Торна, у которого нет правильности с массовой правосудия, и он сказал, что он тут премий, что он вообще считает, что Пучь Димон сам должен быть. Но вот сколько его не пускают, он тут будет и будет как бы местоплестителем, он будет стремиться, чтобы Пучь Димон вернуть. Понятно. В общем, да. Нет, да, Саня сейчас точнее система выборов там накладывает еще один из сложностей, что там еще есть четыре бодрегионов в Каталонии. И там еще вот это предстоитель со мной по регионам тоже как-то разделяется. Настолько то, как я уже не лез, что там как-то получается. Спасибо.